Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередное интересное видео с обзором бюджетного телефона, смартфона вернее. И у нас сегодня на обзоре будет Blackview A80 Pro. Все правильно, я про него делал обзор, вернее просто вступительное такое обзорное видео небольшое, рассказал про его характеристики, но у меня он впервые как бы в моих руках, в моем тесте. Сегодня я вам покажу его главные особенности, которых у него совсем немного. Но если брать его стоимость, он мне достался за 80 долларов, сейчас он стоит около 100 долларов. То есть за 100 долларов бюджетный телефон, пушка, гонка, огонь. У него также есть свои недостатки, соответственно, я вам попозже про них расскажу. Но в общем-то говоря, ну телефончик совсем неплохой. Blackview A80 Pro, я думаю он вас заинтересует, если вам нужен бюджетный смартфон. Также обратите внимание, сразу говорю, у него 4 камеры, что как бы прикольно. И большой экран. Оп, сработала подсветочка экрана. Вот такой у него большой экран, как бы такой экран в большинстве хороших, классных, небюджетных смартфонов. У него цена 100 долларов. Смартфон пришел в обычной, ничем не примечательной белой коробке. Внутри нас первым делом встречает стекло для устройства, что приятно. Сам смартфон занимает всю площадь коробки. И сразу в глаза бросается его современный вид. Ниже упаковка с макулатурой, которую никто, конечно же, не смотрит. И скрепка. А вот уже далее даже положили наушники, что бывает весьма редко. Звук, как вы понимаете, у них никакой. Подойдет только в качестве разговорной гарнитуры. Музыку слушать через них строго противопоказано. Зарядный кабель Type-C. Для устройства такого бюджета это похвально. И зарядный блок с возможностью питания 5 вольт 2 ампера. Ну, это просто нормальные показатели. Выглядит гаджет очень даже хорошо, как большинство современных смартфонов. Вот только корпус из пластика. И отпечатки от пальцев на задней части видны сразу. Благо, в комплекте идет силиконовый чехол. Он хоть как-то защитит смартфон, и крышка будет смотреться более-менее красиво. Форма у гаджета удобная. Его легко спрятать в стандартных размерах карман или использовать одной рукой. Лицевая сторона радует наличием большого экрана с небольшими рамками и каплевидным вырезом для фронталки. На тыльной стороне сканер для снятия отпечатка пальцев. И основная камера сразу с четырьмя объективами, что действительно круто для бюджетного устройства. Кстати, сканер отпечатка пальцев работает вполне шустро. Мега скорости отпечатка, конечно, нет, но и не тупит. Пользоваться вполне можно. Я лично не люблю, когда сканеры на задней части смартфона, но кто привык, тому подойдет. Также есть разблокировка по лицу, что намного удобнее. И она также работает вполне хорошо. Даже в темном помещении при включенной подсветке экрана разблокировка по лицу срабатывает отлично. И с десяти раз распознала все попытки безошибочно. Но в течение дня бывали разы, что не распознавала, но это нормально. Экран у бюджетника очень даже хорош. Диагональ в 6,5 дюйма дает возможность выполнять задачи любого рода с комфортом. IPS-матрица имеет расширение HD+, то есть картинка будет красочная и хорошо детализированная. Такой дисплей при этом имеет и высокую чувствительность, а еще вполне неплохой уровень качества цветопередачи. Разрешение дисплея составляет 1560 на 720 пикселей. И хоть оно далеко не рекордное, все же для бюджетного сегмента это норма. Яркость, как по мне, показалась хорошая. Пользоваться в данное время года, в фильме смотреть, либо в игры играть можно комфортно. Яркость меня лично вполне устраивает. На Blackview A80 Pro цена подкреплена неплохими возможностями железа. Хороший графический ускоритель и восьмиядерный процессор Helio P25 показывают отличные результаты совместной работы. Даже при работе в многозадачном режиме с повседневными программами тормозов или зависаний не будет. Гарантией этому является также наличие 4 гигабайт оперативной памяти. Для хранения данных на устройстве установлено 64 гигабайта внутренней памяти. Процессор, конечно, далеко не новый, но для простых повседневных работ очень даже хорошо сгодится. Я попользовался смартфоном несколько дней и ни разу не заметил каких-либо лагов или зависаний. Играть во многие нетребовательные игры можно с комфортом. А также у меня получилось поиграть в PUBG. На низких настройках никаких проблем и лагов совсем нет. Можно комфортно играть и нагибать. Субтитры создавал DimaTorzok В бенчмарке Antutu устройство набрало 103 тысячи баллов, что неплохо. А давайте вы напишите в комментариях, какой у вас смартфон и сколько он набрал баллов в бенчмарке Antutu. Мне очень интересно. Аккумулятор, кстати, у нас хороший. С A80 Pro проблем внезапной разрядки не будет, ведь объем батареи составляет 4680 мАч. В течение нескольких дней зарядка не потребуется, если, конечно, вы не будете играть на нем целые сутки. Лично я батареей тоже доволен. Мой Meizu Pro 7 Plus разряжается гораздо быстрее. А A80 Pro я заряжал раз в два дня. И это я и YouTube смотрел, и в PUBG немного играл, и другие повседневные нужды на нем делал. Стоит заметить, что у меня включен режим энергоэкономии и адаптивной яркости. Ах, кстати, быстрой зарядки у смартфона нет. И гаджет на 100% зарядится у вас примерно за 2-2,5 часа. Что же касается камер, то обещают нам что-то прям нереальное. Набор из четырех модулей камер на задней панели помогает делать различные режимы съемки, а разрешение максимально составляет 13 мегапикселей. Второстепенные модули у нас на 2 мегапикселя и две камеры по 0,3 мегапикселя. Снимает аппарат, не скажу, что божественно, ну а просто нормально. Фотографии получаются хорошего качества, как за 100 долларов. Видео снимает смартфон со стабилизацией, разрешением 1920 на 1080 пикселей. Такой размер подходит для качественного видео, его комфортно будет просматривать на дисплее даже телевизора. Фронтальная камера на 8 мегапикселей, разрешение видео также Full HD. В целом эту модель можно охарактеризовать как бюджетный смартфон с хорошими камерами. Но честно говоря, три камеры сзади на 2 и 2 по 0,3 мегапикселя это маркетинговый ход. Толку от них я не увидел. При дневном освещении еще хоть какие-то фотографии можно сделать. Но как только нужно фотографировать в темноте, то сразу картинка сыпется. И качество как фото, так и видео встает неудобоваримым. Но это в принципе как и на всех бюджетниках. Передняя камера фоткает и снимает довольно хорошо. Для звонков по скайпу, вайберу, либо в других соцсетях очень даже сгодится. Итак, сейчас у нас тест передней камеры телефона Blackview A80 Pro. Ну, я так вижу, она, по крайней мере, на телефоне очень хорошо снимает. Даже есть боке какое, вот никакое. Значит, пишет у нас в формате 1280 на 720. Сейчас у нас пасмурная погода. И опять же пишется у нас на фронтальную переднюю камеру. Вот так у нас за солнцем стоит. Вот, у нас так против солнца. То есть смотрим, что... Оп, понятно, темно у нас. Вот так светло. Ну, слушайте, для такой ценовой категории, я вам скажу, ну, по крайней мере, на экране у меня сейчас картинка очень даже впечатляет. Прямо картиночка огонь. Ну, и давайте переключим на наши основные камеры. Вернее, там, наверное, будет для видео снимать только одна камера на 48 мегапикселей, если я не ошибаюсь. А, возможно, я ошибаюсь. Телефон Blackview A80 Pro. Цена его ниже 100 долларов. Ну, или 100 сейчас. Я думаю, что супер снимает он. Так, ну и сейчас, опять же, уже передняя камера нас снимает. Ну, не нас, а вообще снимает виды. Что могу заметить? Что автофокус у нас прыгает. Постоянно елозит. Оп. Вот мы сейчас его доводим. Но, в принципе, как для такой ценовой категории, камера снимает очень даже ничего. Вот. У нас так снимает передняя камера. Какая из них, из четырех, я не знаю. Вот. Но, опять же, передняя камера так снимает. Телефон Blackview A80 Pro. О, и забегая, не знаю, наперед и наперед. Ну, пока что, по первым так впечатлениям, телефончик очень даже ничего. За свою цену, это прям пушка гонка-бомба. Когда я увидел его при распаковке, когда я его достал, я очень приятно удивился. Как за свои денежки, телефон просто топчик. Так что задумайтесь. Или не задумайтесь. Может, вам телефон и не нужен. Стабилизация вроде отрабатывает нормально. Вот сейчас потрясем. Ну, при тряске картинка плывет немножко. Ну, это и нормально, в принципе. В общем, имеем телефон с большим хорошим дисплеем, нормальными камерами, хорошей батареей и с нормальным процессором. 4 гигабайта оперативки не дадут ему шанса на зависание и лаги. В нем нет NFC. Что же касается датчиков, то они стандартные. Есть GPS. Ловит хорошо, но не мега быстро. Что же касается музыки, то динамик громкий. Но на хорошее качество звучания можете не рассчитывать. Звучит он как будто накрыт ведром. А в остальном все нормально. Мне кажется, что за свои деньги это очень даже хороший вариант. И так скажу и вам, Blackview неплохо постарались, выпустив этот такой прикольненький смартфончик. Правда говоря, я хотел получить его, заказать в красном цвете. Но я что-то ждал около месяца. И мне написали, что, мол, в красном нету, типа можем выслать только в черном. Ну и так сгодится. Ну скажу честно, телефон меня немножечко удивил. Удивил тем, что у него такая цена. И более-менее хорошая производительность. И экран хороший. Я думаю, честно вам скажу, что если вам нужен бюджетный смартфон, ну в районе 100 долларов, ну вы конечно поищите, вы подумайте, не спешите сразу, не бегите сразу его покупать. Подумайте, просто шустрите рынок. Но будете себе знать, что A80 Pro имеет место быть. Совсем неплохой смартфон. Вы дни пользования никак меня не огорчил. Все, пользоваться им нормально вполне. Мне не нужны производительные телефоны. Я никаких там, не знаю, монтажей на телефоне не делаю. И, честно сказать, особой камерой телефона не так уж как часто пользуюсь. У меня есть экшн-камера. Очень неплохой телефон за свою стоимость. Так что, короче, задумайтесь. И опять же, я вас уже просил в ролике, напишите, какая у вас производительность в бенчмарке. Какой у вас телефон и сколько у вас очков показывает бенчмарк. Мне интересно. Как мне кажется, 102 тысячи для такого устройства это очень даже неплохо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам этот ролик понравился или был полезен. И пишите комментарии, вообще, как вам телефон и что вы про него, соответственно, думаете. Компания Blackview не устает меня лично удивлять. Они уже выпустили несколько хороших таких телефончиков. Ну вот и очередной неплохой смартфон. Не идеал, конечно. Есть свои минусы, как вы сами видели. Но все же. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До скорого.